В гостях у Елены Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня решила сделать воскресный такой вот ужин. И не хотела снимать, думаю, не буду себе напрягать, но все-таки что-то подсказало мне, что мне нужно с вами поделиться такой вкуснятиной. Так, сегодня я готовлю морские гребешки. Значит, я их замариновала. Минут 20 они у меня вот так вот маринуются. Это цедра лимона. Вот она, сухая. Значит, здесь у меня лимонный перец. Очень хорошая приправка. Обязательно купите, я его просто обожаю. Смесь перцев, пожалуйста. И меньше половины одного лимона я сюда выжила. Значит, здесь у меня 500 грамм гребешочков. Даже нет 500 грамм. 420, по-моему, что-то так. И, значит, на 20 минут. Больше не надо. Ну, может на 30, но больше не нужно. Значит, перед тем, как я гребешочки открыла, я их вымыла как следует. Это нужно делать обязательно. И хочу вам показать одно такое дело. Знаете, вот есть вот такая вот штучка здесь сбоку. Белая-белая такая, вы сами увидите. Это то место, которое кушать нельзя. Многие кушают, но нам не нравится. Вот. И оно очень хорошо отделяется. Это штучка, которая была прикреплена к раковине. Вот, смотрите, если его вот так задеть, хоп, убирается. Все. Вот это не кушать. Но вы можете кушать. Не знаю, я многие знают, что кушают. Мы же нет. Итак, жарить будем с каждой стороны по минутке, не больше. Ну, по 2 минуты, не больше. Гребешочки не нужно передерживать, иначе они будут у вас как резиновые. Вы можете также различными соусами замариновать. Не обязательно. Вот как я, чисто вот лимонная серия такая. Вот. И я, безусловно, не всегда так делаю. Креветки я делаю с бальзамическим уксусом, соусом торьяки. В общем, по-разному я делаю. Но сегодня я вам показываю вот такой вот рецепт. Каждый раз, когда что-то буду делать, я буду обязательно вам с вами делиться. В общем, вот так. Кто-то спрашивал у меня про вок мой. Как он? Как? Вок, Лена. Помните, я в Хове купила? Вот он. Прекрасно готовлю. Креветки, все морские штучки готовлю здесь. И не только. Лапшу итальянскую с соусом. Все здесь делаю. Что ж, друзья мои, сейчас у меня согреется сковорода. И я буду готовить. Смотрите. Оливковое масло. Обязательно. Не пожалейте. Раз уж вы купили гребешки или там креветки, то уже, пожалуйста, тогда уже и сделайте блюдо так, чтобы действительно почувствовать, что вы, как говорится, побаловали себя. Это испанское масло. Не первого отжима. То есть у меня есть для салатов. Я вам показывала, когда покупала. Я всегда, когда меня, ну, то есть покупаю следующий, то вам показываю. Вот такая огромная итальянская красота. Оно такого цвета, более такого зеленого такого цвета, болотно-зеленого такого. Это же масло светлее. То есть, ну, вообще-то нужно здесь читать. Первого отжима и, в принципе, там пишется для жарки, либо для салата. В общем, не это, а это. Итак. Иногда многие что делают? И не иногда, а советуют. Я тоже так пробовала. Если вы желаете. Половина оливкового масла и кусочек сливочного масла. Так еще тоже можно готовить. Ну, что ж. Согреется у меня сковорода. И я туда положу гребежочки. Вернее, это не сковорода, а вок. Итак, друзья мои. Как вы видите, гребешки я уже выложила. Гребешки я готовлю при 6 градусах. Если у кого индукционная плита, как у меня. Если вы хотите, чтобы гребешочки у вас были сильно зажаренные. Знаете, как вот такими полосочками, как на гриле. И такой тоже мы делали. Но мы это делали на гриле. А сейчас я показываю вам в боке, как делать. То вы можете еще поджарить. Но ни в коем случае нельзя их передерживать. Вообще, в принципе, нужно готовить на большом огне. Чтобы вот эта вот корочка схватилась. Для того, чтобы у вас потом, так сказать, сочные получились они внутри. Можно потом переложить в соус. И в соусе чуть-чуть в духовке доготовить. Значит, соус я не буду вам показывать, как делать. Потому что у меня нет времени. У меня уже любимый. Вот-вот придет, и мне нужно быстренько все готовить. Значит, я делаю луковый соус. Беру много лука. Соус вы можете сделать, ну, я не скажу, что 2 луковицы вам норма или 3. Нет. Сколько хотите. Например, вот на мою порцию. Я буду брать 4 луковицы большие. Потушу их. Значит, добавлю сливки. Вот такие сливки 20-процентные. А есть специальные сливки, помните, я вам говорила, прям густущие. Но и эти тоже густые. Прям специально для соусов. Вот ими я всегда делаю, но у меня и сейчас их нет. У меня есть большая вот такая. Вот. Все это вы тушите. Добавляете туда всякие, ну, любимые ваши приправы. Все это потом, когда загустеют соус ваш с луком и сливки, посолите там все как нужно. Затем я все пропускаю через блендер и делаю соус такой пюрообразный, такой нежный, 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 вкусный. И вот на этот соус потом я выкладываю вот эти вот вкуснючие, нежные, нежные тоже гребешки. Друзья мои, не буду задерживаться, но говорить много тоже не буду. Тут, в принципе, с гребешками много и не скажешь. Очень легко и просто. Гуся, уйди, моя дорогая, все потеет здесь. Еще хочу сказать, что гребешки снижают уровень плохого холестерина в крови. Так что, друзья мои, готовьте своим любимым. Себе это очень-очень хорошо. Очень вкусно получается, когда масло и оливковое масло напополам. Тоже очень вкусно. Ну, в принципе, соус можно готовить любой, какой вы хотите, друзья мои. Никакой я вам скажу. Вот я сказала свой вариант. Я не только тот вариант делаю. Поэтому предупреждаю вас, что можно и такой, и такой сделать. Итак, у меня уже согрелся хорошо очень. Поджаривается. Когда будут готовы, я вам обязательно подключусь и покажу. И их нужно переворачивать с каждой стороны по 2 минуты. Готовы гребешки. Они получаются очень нежные при нажатии. Они такие, знаете, мягенькие внутри. Вот, видите, когда нажимаешь, они должны быть мягенькими. Вот, не надо их дожаривать внутри, чтобы они были резиновые. Сейчас я буду ставить уже, чтобы у меня проваривался лук. Я лук не жарю. Я его провариваю прям буквально чуть-чуть-чуть-чуть тоже вок маслица. Прям капелюшку. И туда же сливки. И вот в сливках он проварится. Вот ровно сколько ему хватит в сливках. Масло совершенно не... Можно даже я иногда и без масла делаю. Я просто в сливках провариваю лук. Еще раз повторяю, если кто не любит лук, не делайте этого. Я вам показываю свой рецепт. Туда тоже добавлю... Ну, под конец добавляю еще немножечко лимона. Лучку зелененького. То есть, что внутри в соусе есть лук. И также кусочками лук прям сверху добавляю. И на эту подушечку соуса выставляю вот эти гребешочки. Хочу сказать, что гребешки бывают разные. У нас маленькие, есть большие. Мы брались еще больше. То есть, они бывают разные. И сверху посыпаю вот перцами смесь. Я извиняюсь, что я вам сегодня не покажу красивую картинку. Просто повторюсь, что мне некогда. Если кто желает приготовить, тот прослушайте, пожалуйста, видео. Я все сказала. Это очень делается просто и очень-очень быстро, друзья мои. И очень вкусно. Это такое, скажем, диетическое питание. Мы сейчас с мужем стараемся диетическим питанием заниматься. Утром я делала нам из крабового мяса, тоже делала салат с кукурузой. Вот. То есть, вот стараемся вот так вот. Потому что Новый год очень много нам, как говорится, сделал побочных действий. И дома-то ты когда, если себя удержишь, то в гостях нет, не хочется обидеть и кушаешь. И вот так вот получается. Ну что ж, друзья, желаю вам тоже устраивать такие вечера, так сказать, рыбные или овощные, и еще какие-нибудь, или пиццу, или что-то. Мне кажется, это очень романтично и очень приятно. Где вы сможете со своим любимым поговорить, пообщаться, построить планы. Удачи вам во всем. Всего вам самого доброго и самого хорошего. Итак, друзья мои, я снова приветствую вас. Второй день моего домашнего влога. Я готовлю сегодня тоже ужин. И обязательно в мультиварочке будет видео тоже. Два в одном. Не переживайте. А здесь у меня вот волк. Я очень люблю в него готовить даже первые блюда, поскольку он очень-очень-очень высокий. И сегодня я буду готовить лапшу. Видите, у меня тут уже мясо индейки. Это голень индейки без кости. Вот уже цвет поменяла мясо. Так поближе, а то не видно. Волк очень хороший, вы просили сказать, очень хороший. Ручки не греются. Вот я трогаю, пожалуйста. Значит, что я буду сейчас готовить? Потушу здесь немного мяса. Дальше добавлю сюда я томатное пюре в кубиках. Помните? Я вам показывала, как делаю. И замораживала я их в кубиках льда. И потом вынимала и в пакетик складывала. Значит, тут у меня оранжевый перчик. Красный, зеленый. Это перчики с моего огорода. В этом году было их немного, но тем не менее. Вот именно вот пакет, который последний я собрала, вот я нарезала. Дальше, мои друзья, хочу вам показать. И обязательно сниму видео, все, нет времени. О сушке. Вот я посушила лук-порей. Видите, какой он? Аромат необыкновенный. Вот я открыла коробочку. И здесь вот у меня сухая морковь. Видите? Когда я готовлю лапшу, я добавляю вот морковь длинными стручками. Я специально для лапши домашней именно делаю вот такую вот длинную. Значит, слайдом вот так вот очищаюсь морковки и сушу. Также я делаю вот такие вот длинные штучки лука-порея. И еще можно сделать, обязательно сниму видео, надо подумать, может быть завтра, в кофемолке, либо в любом измельчителе можно измельчить все эти приправы, сделать вегету. То есть у меня там еще есть корень сельдерея высушенный, корень петрушки высушенный. И все это можно вместе сделать с солью. Вот потрогала ей пальцы прям такой запах, неповторимый. Значит, поскольку это все сухое, я буду добавлять как бы одновременно. Вот такую лапшу. Я делаю по-разному. И сегодня у меня нет домашней лапши. Я не сделала. Я буду готовить вот такую вот просто обычную толстую такую лапшичку, вермишельку такую длинную. И это тоже будет неплохо. Я ее разрезаю напополам и буду сюда класть. Вот, видите, уже побелел белок на мясе. Сейчас еще потужится немножечко. И я уже брошу вот это. Не буду репчатый лук. Видите, у меня я добавлю сухой, значит, лук-порей. Он у меня хранится в холодильнике, замотанной в пленке. И хранится еще в подполье он. Но у меня его было мало, у меня в подполье его нет. Я храню здесь в холодильнике. И одну часть я посушила. Вот. Один я держу. Прям пусть он у меня там стоит долго. Самый большой. И я от него иногда отрезаю. Если мне нужно для того, чтобы украсить или еще что-то. Хочу, чтобы подольше он меня радовал. Вот. В общем, тушится мясо. Затем положу овощи. Залью водичкой. И вот так бульончик будет вариться, пока не будет готового мяса. И только под конец я уже положу лапшу. Домашнюю лапшу я, когда делаю, я кладу сюда ее. И только водичка, то есть бульончик вскипает. И я выключаю газ, накрываю крышкой, даю настояться. Я не варю ее. Ей достаточно и того, что закипит. Потому что я делаю ее тоненькой. Тоненькой. Значит, эта вермишелька такая длинная. Это она из твердых пород пшеницы. Сортов, правильно сказать. И поэтому я даю ее немножко свариться. Но не до конца. До аль дента. Потому что потом, когда вы выключите газ, у вас там еще отдельно, еще вот вы отодвинете кастрюльку, и у вас будет продолжаться приготовление. То есть, еще потом она у вас сбухнет. Именно так я всегда готовлю вот такую вот вермишельку и любую вермишель и макароны. Потому что они потом доходят. Ладно, если макароны вы сможете откинуть на дуршлаг, резко сделать ей смену температуры холодной и промыть. Да, и у вас прекратится приготовление. Но здесь вот у меня, мне не надо будет, здесь она у меня будет в бульоне. Итак, друзья мои, я буду готовить и обязательно буду вам показывать. Итак, мои хорошие, мясо у меня уже готово. Вот я добавила все ингредиенты. Закрывайте, держите вот эту вкуснятину закрытой, потому что это аромат получается. Я не все делаю сразу приправу, не всю промалываю через, ну, кофемолку, скажем так, через измельчитель. Потому что я люблю делать свежие. Вот так в баночках я храню, либо в такой баночке я очень мало храню, вот чтобы уже на еду. А так я в бумажных пакетах храню вот эту вот, я уже вам показывала, в каких и как. И потом, когда у меня заканчивается, вот у меня тут приправы, видите, сколько их, они у меня заканчиваются. И я тут же прямо готовлю новую партию, одну баночку. Я уже знаю, что это моя вегета, так сказать. Что ж, помешаем. Вот, видите, мясо уже у меня сварилось. Сейчас это все вместе растает. Видите, все, это будет замечательный бульончик с мясом и с вермишелькой. Вот, с такой вот, ну, вермишель это, а не лапшичка. Но это я, поверьте мне, очень редко делаю. Обычно я делаю свою лапшу. У меня последнюю я извела, когда дети приезжали, делала им. Поэтому сейчас нужно какой-нибудь воскресный день выбрать и приготовить. Я готовила вот с таким вот испанским маслом. Я тоже вам его показывала, мне он очень нравится. Я тут по скидке его покупала. Тоже есть, в обзорах у меня все есть, что я покупаю. Практически, скажем так. И масло не нужно брать первого отжима. Я вам тоже уже показывала вот вчерашние, значит, гребежочки, которые я делала. Это только для салатов. А нужно брать вот второго отжима, который можно готовить и все такое. Хотя у меня сестренка, между прочим, живет в Италии. И прекрасно пользуется. И подтушивает на нее, и все нормально. Ну, я не буду спорить, ни к чему все это. Итак, сейчас это потушится. Пока я попробую, чтобы овощи были мягенькие. Вот, потому что они все, это замороженные, а это сушеные. Они все равно уже такие сами по себе станут сейчас мягкие. Но нужно, чтобы они были готовы. Затем я сюда добавлю лапшичку и отварю... Ой, бермишельку. Ну, вообще, я говорю о домашней лапше. До аль денте. Затем я выключаю и добавляю сюда различные приправы. Какие вы хотите. Зеленые или сушеные свои. Вот, зеленый лучок вот я добавлю, у меня на окошечке растет. Петрушечка у меня растет дома, выкопанный корень из огорода. В общем, вот так вот. Все потихонечку. Забыла вам подсказать. Видите, вот здесь вот у меня я добавила немножко домашней паприки. Вот, я делаю всегда эту паприку сушеную из перчика, который я вам многим продавала и показывала. Итак, эта паприка, знаете, что делает? Она дает такой подкопченный вкус. Очень вкус, такой вкус мяса очень хороший подает. Вот такая красота. Забыла сказать, но сказала. И все-таки забыла сказать, что это перец маяк. А то спросите, кто первый раз смотрит, это перец маяк. Мой любимый перец, уже много лет сею его. Он для паприки, ну и для салата. Я его фарширую, брынзой фарширую, сырами разными. Очень-очень вкусно получается. Вот. Родные мои такие перчики делают с моцареллой, фаршируют. И еще, я уже всегда говорила вам, кто со мной, тот знает, что всегда должен быть прикипяченый чайник. Потому что добавлять водичку вот сюда можно и нужно только кипяченую, дабы не остановить приготовление пищи. Иначе будете ждать, пока снова вскипит, и вкус будет отвратительный от пищи. Всегда добавляйте кипяченую воду, и будет все это сразу продолжаться кипеть. Все, я налила водички, сколько мне нужно бульона. Видите, у меня здесь веточка розмарина. Здесь у меня веточки розмарина и веточки шалфея. Это все потом я вытащу. Я добавляю это все к мясу, пока оно у меня готовится. И потом я выбрасываю. Что я еще добавляю? Добавляю сюда 3 лавра. Можно 2. Это смотря от того, сколько вы будете готовить. Лавр, значит розмарин и шалфей, если кто любит добавлять, это нужно убрать потом. Дабы ваше блюдо не получило горьковатый вкус. Все это убираем. Пока сейчас отдаст вкус, перед тем, как я положу лапшу, все это я уберу. Все. Накрываю крышкой. И буду готовить на медленном огне, пока у меня сварятся овощи. Вот поставлю я на шестерку. Я очень люблю на девятку или на шестерку. Если у кого индукционная плита, такая как у меня, у меня Ханса, то вот так. На других там уж сами регулируйте. Итак, пока варится, я решила вам показать. Добавлять сегодня я буду сухую смесь. Значит, что в этой смеси? Укроп сушеный, петрушка, листья сельдерея, пастернака, листья. Так, что тут у меня еще есть? Еще, еще я уже забыла. Надо подписать, но тут столько много надо будет писать. В общем, и этого достаточно, сколько я назвала. Да, листья у меня еще тут розмаринчика, листочки тмина. Я еще бросаю из змеи головника. И потом под конец я просто сверху посыплю зеленым луком. Больше ничего. Больше никакой приправы, никакой из этой приправы я не добавляю. Очень еще, очень-очень люблю кориандр. Кориандр свои семена. Я еще очень люблю его добавлять. В общем, получается вкусно. Иногда у меня Артем любит с карри. Видите, сколько у меня тут? Люблю. И практически здесь все мои собранные семена. Друзья мои, вот видите, все мои семена. Вот. Вот так я их здесь храню. В общем, вот такие дела. Это кардамон, это покупной кардамон. Кусочки. Вот такая красота. Ну, а вы уже добавляйте приправу, какую вы захотите. Я положила уже сюда. Вот. Видите? Макароны. Изделия макаронные. Ну, нет. Всегда путаю. Это толстая вермишель. На самом деле вы можете на две части сломать. На четыре части. На три. Как хотите. Я обычно вот так вот делаю. Вот такими вот. На три раза обламываю. Так я еще и лапшичку режу. Если отдельно лапшу подаю, отварную, там по-итальянски или еще что-то, то я, конечно, длину ее. А вот с бульоном, вот в данном случае лапша, с индейки, с мясом и овощами. Вот такое вот замечательное вкусное блюдо, горячее. Я бы не сказала, что очень-очень прям такое жирное. Вот. Сейчас полшестого. Сейчас у меня Артем приедет, и мы с ним поужинаем. Вот с такой вот вкусной лапшички с бульоном с мясом. Ну, как-то вот так. Все вот эти вот приправы я забрала. Они здесь не нужны уже. И сейчас закипит. Покипит минут пять. Я брошу вот эту. Ну, в общем, дуаль денте, когда будет вермишелька, тогда я положу вот эту приправу. И только потом, уже когда буду подавать, я нарежу зеленого лучка. Вот в такой красивой посуде с голубой каемочкой, так сказать, буду я подавать сегодня наш ужин. Это посуда из Галамарта. Все знают, кто со мной я покупала. Вот. Еще есть одна меньше тарелочка. Она с голубыми узорами прям красивыми. Итак, накрываем. Ждем, пока закипит. Готово. Все. Видите, вот до такой степени увеличилось вот это макаронное изделие. Вермишелька. И все. Я отодвигаю. Нужно обязательно отодвигать. Вот. И я засыпала сушеную зелень. Опа, все потевает. Вот так. Не должно быть сильно густо. Должен здесь быть бульон. Но и не должно быть слишком жидко. Вот такая вкуснятина. Посмотрите, какая прелесть получается. Это огромное удовольствие. Можно сметанкой. Но мы с Артемом любим без сметанки. Чтобы ощутить весь вкус вот этих приправ и всего-всего-всего вкуснятины. Вот так вот, друзья мои, я готовлю в ВОКе. Я не помню, сколько он сантиметров. Но здесь можно приготовить и 5 литров супа. Поэтому обожаю здесь готовить картофель. Обожаю вот все-все блюда вот готовить. Поэтому сейчас я буду раскладывать. Будем кушать. И на главной картинке видео вы увидите вот эту тарелочку с вкусностями. Потому что я, может, сейчас не успею. У меня уже Артем приехал, кушать хочет, чтобы там положить и показать. Приятного вам аппетита! Или нам приятного аппетита! Сказала и подумала. Ну, в общем, и вам, и нам приятного аппетита! Всего вам самого доброго и хорошего! Как всегда, с вами была ваша Лена. Я с удовольствием показала вам домашний влог, как я готовлю вечерами блюда. Или же обед. И, может быть, в этом видео будет еще и завтрак. В общем, буду стараться снимать вам такие влоги. Доброе утро, дорогие мои друзья! Сегодня я готовлю себе завтрак. И сегодня у меня на завтрак будет каша-дружба. Ну, здесь у меня рис и пшенка. Вот, 50 на 50 я добавляю. И сначала я кашку варю себе. Люблю в ковшечке варить кашку. Я вспоминаю сразу, как мамочка мне делала в ковшечке вот так. И бабуля. Это так приятно. Потом своим деткам я делала вот так, маленьким. А потом, когда появилась мультиварка, мы тут же купили. Потому что это очень удобно с детками, очень удобно готовить. А когда уже появлялось у меня все больше и больше детей, их у меня 4, так мультиварка вообще была незаменима. Кашу я заправляла утром. На таймер поставишь и все. И готовая каша поддерживает тепло. И дальше что я буду, друзья мои, делать? А дальше буду добавлять молочко. Я варю на водичке. Потом немножечко молочка, либо сливок добавляю. Танюшенька, вот твоя ложка моя дорогая. Никак не убираю. Уже Новый год закончился. А мне очень хочется, чтобы она мне здесь радовала глаз. И вот эти ножики под цвет. Просто это воспоминание о тебе. Эти собачки замечательные. Просто прелесть. Спасибо тебе, моя дорогая, за такую красоту, которую ты мне прислала, моя хорошая. Спасибо за внимание. Я очень люблю подарки. Люблю наслаждаться ими. Вспоминать тех, кто подарил. Так, у меня здесь теперь нужно убавить. Убавляю на четверочку буквально. Кашку я вот такую готовлю. И затем хочу поделиться с вами, что я делаю. Я добавляю вот такие отруби. Ну, да, финские отруби. Мне очень нравятся эти четыре лайт. Как-то я вам обещала, что покажу. Покупаю их разные. Это финское качество. Специальный помол. Источник пищевых волокон. Потом под конец я добавляю три-четыре ложечки. Ну, можно достаточно одну ложечку добавить. И вот здесь пишут овсяные отруби. Четыре лайт. Это натуральный продукт, полученный из отборного овса, произведенного в Финляндии. Эта страна признана лучшим в Европе регионом для выращивания зерновых культур. Поскольку сложившиеся здесь климатические условия являются оптимальными для данного вида сельского хозяйства. Это просто прелесть. Я часто использую отруби. И довольно-таки уже давно. Мои доченьки тоже пользуются всякими такими, соблюдают фигурку. И отруби – это твердая оболочка, которая отшелушивается от зерна при производстве муки. Поскольку они содержат микро- и макроэлементы, то сегодня считаются незаменимым компонентом здорового питания. И здесь пишется отруби. Можно употреблять как добавку к уже готовым блюдам. К йогуртам, к кашам, что я и делаю. К йогуртам тоже, к киселям даже. Можно даже к сокам добавлять. Очень вкусно получается с яблоком. Яблочный сок, если добавлять. Мне очень нравится. Такая там мякоть хорошая делается. К супам и так далее. А также применять при выпечке. Добавлять тесто или уже готовым изделием. Что тоже я вам показывала. Овсяные хлопья я делала. Еще что я делаю в этих хлопьях. Я когда что-то жарю, например, котлетки. Помните, я вам говорила, что я люблю добавлять рисовые хлопья. Не добавлять, а обваливать. И в овсяные, в гречневые. То есть я немножечко поделилась с вами. Здоровое питание – это прекрасно, это хорошо. Мы заботимся о своем здоровье. Потому что, если мы заботимся о наших близких, значит, мы должны заботиться о нашем здоровье. Чтобы не доставлять им неприятностей. Так. Ну что ж, сварится. Потом покажу вам, как я наливаю сюда еще молочка. Заварила себе чайочек. Я люблю утром вот такую большую чашечку чай пить. Чай заварила я. Помните, я вам показывала. Покупаем мы в Гринтея. Это Шри-Ланка. С сгущенкой. Очень вкусный. Милк крем. Очень. Мне очень нравится. Уже там почти заканчивается. Вот такая вкуснятина. Так что вот такой вот у меня завтрак. Я без всяких разных сладостей буду. Вот. Я буду просто пить чай и с медом. Ну, как я пью чай с медом. Вот. Я сейчас просто попью чай с медом. Потом буду кушать. И обычно я так делаю. Иногда я уточкам пью кофе с молоком. Или со сливками. Чаще всего со сливками натуральными. Я сюда не добавляю мед. Я просто ложечкой кушаю. И это мед. Сейчас вам покажу. Опять-таки, Танюшка. Моя ж ты дорогая. Золотая моя. Вот твой мед. Все меньше и меньше его, моя хорошая. Мы его любим. Артем так вообще сидит и ложечкой берет и облизывается за столом здесь. Затем еще вот такой мед. Многие говорили, что это плохой мед. Люди непосвященные любят же быстренько свое мнение сказать. Это замечательный мед. Он засахаривается. И это очень хороший мед из Сибири. Вот. Ваял. Мне очень понравился. Я его очень много купила. Это, значит, с липы. Это липовый мед. Вот. И есть гречичный, разный. Тут очень мало, конечно. Вот. 250 грамм в баночке. Ну, такая баночка. Масса нет. 250 грамм. И я его использую для выпечки. И чаще всего бывает, что вообще почти вся баночка уходит. Поэтому мед это хорошо. Зимой мы очень много меда кушаем. И детки. У меня сыночек когда приезжает, он прям буквально может пол баночки за раз скушать. Так что, Танюша, уже практически нет. Мы угостили маму с папой медом. Немножко. И вот практически. Ну, еще есть, скажем так, одно четвертое вот этой большого ведерка. Одна четвертая ведерка твоего, которую ты прислала. Спасибо, милая. Тебе очень приятно. Так что, мед есть хороший. Люди думают, что если в магазине купили мед, то означает, что это плохо. Что мед плохой. Не совсем так. Ну, что ж, я сейчас попью чайку. Пока у меня потихонечку на маленьком огонечке. Вот у меня варится моя кашка. На четверочке. У меня плита индукционная. И Буся вам привет передает. Бусечка, скажи привет, Бусечка. Вот. Вот вам привет. Вот она любит вот так. Она очень камеры любит. Моя ж ты девочка. Моя ж ты красота. Вот она такая красопулечка. Да? Да, Бусинка моя красотка. Что ты там такое увидела, моя солнышко? Что? Что? Что такая тигрулька наша? Вот так вот. Убирай камеру, убирай камеру, скажи давай. Что ты тут, мама? Ну, что ж, друзья. Хорошего вам дня. Приятного вам аппетита. И питайтесь по возможности правильно. Вообще-то питаться правильно, это не так уж и тяжело, и недорого. Вообще по сути. Потому что самые простые продукты, они самые-самые полезные. Удачи вам. До новых встреч.